здравствуйте друзья как я обещал в предыдущем уроке по совместной работе телеграме home assistant это видео будет посвящено управлению конкретным устройством с большим количеством различных настроек и светильник с адресными светодиодами подходит для этого как нельзя лучше еще раз хочу обратить ваше внимание я не агитирую за отказ от использования других интерфейсов я предлагаю альтернативу позволяющую полноценно управлять системой из любой точки мира как всегда ссылка на текстовый файл с шаблоном в описании под видео если тема умного дома вам интересно мои видео помогают ее изучать подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки этому видео тогда его смогут найти больше людей также вы сможете поддержать развитие моего канала став его спонсором вспомним какие опции для управления светильником с адресными диодами предлагают прошивка валет как ее установить и подключить home assistant смотрите в моих видео ссылки я оставил в описании чем тут можно управлять первое включение и выключение самое простое второе управление шкалой яркости тоже вполне стандартная опция третье выбор эффекта эффект задает поведение диодов адресное управление позволяет задавать его для каждого элемента отдельно некоторые эффекты имеют и предустановленную установку цвета к таким относится например эффект полиция четвертое цветовая гамма но только для эффектов которые поддерживают ее смену для примера возьмем эффект android он задает только поведение диодов но не цвет его можно выбрать самостоятельно пятая скорость которая будет работать выбранный эффект грубо говоря насколько быстро будут бегать огоньки и последний интенсивность я бы назвал это управлением количеством диодов которые участвуют в эффекте в этом случае начиная с двух точек и заканчивая практически полным заполнением home assistant контроллер влад пробрасывается через одноименную интеграцию виде отдельного устройства и целого набора объектов и позволяет изменять все только что перечисленные параметры основной объект light свет его можно включать и выключать управлять яркостью и выбирать статический цвет по аналогии например с цветными лампочками также для таких объектов home assistant есть возможность устанавливать эффекты ее использовали как раз для такой цели тут находится меню эффектов в лет для остальных параметров пришлось использовать другие объекты в частности для выбора цветовой гаммы используется выпадающее меню это тоже стандартная сущность home assistant которая называется select для управления скоростью использован объект который появился в home assistant не так давно и называется number визуально он выглядит как ползунок и принимает цифровые значения аналогично организовано управление интенсивностью естественно все эти сущности могут управляться не только из интерфейса но и из автоматизации что мы и будем использовать из остальных объектов которых подтягивается довольно много я оставил только сенсор который показывает ток потребления в данный момент почти 5 ампер то есть светильник потребляет около 25 ватт у тех кто видел мои уроки по адресным светильником возникнет резонный вопрос как я умудрился разогнать его до 5 ампер к слову говоря это ограничение прописывается в настройках валет там же где указывается количество диодов светильники отвечаю все очень просто я теперь использую отдельные блоки питания 5 вольт 5 ампер которые подключаются напрямую к светильнику подавать питание на micro usb контроллера в данном случае sp32 теперь необходимости нет тем более что больше чем 2 ампера через него пропускать нельзя перейдем к меню в telegram как организована структура таких меню я подробно рассказывал своих предыдущих уроках ссылки в описании поэтому тут я перейду к практической стороне вопроса я сделал два уровня вложенности на первом более востребованные опции в текстовой части выведена информация название выбранного эффекта и цветовой гаммы уровень яркости скорости и интенсивности а также текущее значение силы тока клавиатуру я вывел кнопку переключения состояния включена выключена далее два ряда по сути предустановленные режимы свечения 3 для статической подсветки и 5 выбранные мной динамические световые эффекты затем идет три ряда кнопок для управления яркостью скоростью интенсивностью предпоследний ряд вызов меню второго уровня в сперечнем эффекта ведь цветовой гаммы и последний обновление меню сюда же может добавиться кнопка возврата в меню верхнего уровня меню эффектов сюда выведено 40 штук 10 рядов по 4 столбца и 11 ряд для обновления и возврата назад по факту эффектов прошивки валет больше но некоторые из них не интересны и есть такие которые очень похожи друг на друга их я не выводил почему остановился на 40 это максимум что помещается на экран смартфона без необходимости перемотки аналогичное для меню цветовых наборов правда тут их не 40 а 36 так как первый ряд предназначен для выбора статических цветов красный желтый зеленый и синий в остальном выбирал наиболее интересное но из практики скажу что в 90 процентов случаев хватает меню первого уровня теперь перейдем к пакаджу у меня он несмотря на оптимизацию занял почти 3000 строк однако большинство блоков тут однотипные в частности 40 установок эффектов и 40 вариантов цветовых гамм в текстовом варианте я оставлю его целиком чтобы вам не пришлось повторно копировать все название эффектов и цветов из vled тут я создал еще несколько сенсоров на платформе template они нужны для текстовой части меню где отображаются текущие параметры светильника этот отображает яркость в случае если светильник включен иначе это значение бессмысленно берется значение его атрибута который так и называется яркость но он отображается в шкале от 1 до 255 для получения значения в процентах я делю на 2,55 с округлением до целого числа если он выключен то значение будет равно нулю хотя фактически атрибут яркость сохраняет последнее значение перед выключением именно поэтому я сделал тут условия а не простое преобразование подобная логика и для сенсора отображающего скорость изменения эффекта только берется значение объекта number с последующим преобразованием сенсор для отображения уровня интенсивности тут копия сенсора скорости просто другие названия объектов сенсор который отображает название текущего эффекта его можно получить из соответствующего атрибута сущности light и он имеет смысл только когда светильник включен если он выключен то этот же статус присваивается этому сенсору такая же логика и для сенсора отображающего имя цветовой гаммы которая берется из статуса объекта select в случае если светильник включен автоматизация построена по тому же принципу про которое рассказывал в предыдущих уроках она слушает команды в чате и вызывается либо стартовая автоматизация которая рисует первичное меню либо из той что отвечает за меню управления на уровень выше далее следует селектор условий где первым идет блок который стирает предыдущие рисует новое меню condition прописывается та команда которая вызывает этот блок эта часть отвечает за удаление предыдущего меню чтобы они не засоряли историю чата а это за отображение меню которая состоит из двух частей текстового и клавиатуры как я и сказал структура меню аналогично моим прошлым уроком поэтому я не буду подробно про нее рассказывать тут используются переменные позволяющие вызывать этот блок из других частей автоматизации текстовая часть для которой я и создавал сенсоры выводящие параметры светильника кроме них сюда я добавил еще значение силы тока для него условия преобразования не нужны переменная для блока клавиатуры как выяснилось их не получится использовать если вы строите автоматизации в интерфейсе только старый добрый ямул и блок клавиатуры тут восемь рядов клавиш 1 отображает его статус согласно шаблону переключает его состояние далее два ряда кнопок для запуска предустановленных режимов следом идут ряды кнопок управления параметрами затем вызов меню следующего уровня вложенности и под ними обновление меню и возврат и далее пошли блоки действий в начале каждого блока установлено условие какой именно командой он вызывается эти команды должны быть уникальны для каждого блока при соблюдении условия сначала выполняется действие за которое отвечает каждый блок в данном случае это переключение светильника далее буду показывать только такое действие в блоке так как все остальные части либо одинаковы либо очень похожи через секунду она необходимо чтобы объект сменил свой статус чат отправляется уведомление подтверждающие выполнение предыдущего действия и финальная часть которая по сути перерисовывает меню управления обновив все статусы перейдем к второй строке где у меня находится три предустановленных режима статического освещения это режим ночник которым светильник включает эффект solid в нем все диоды равномерно горят выбранным цветом без движения устанавливается минимальная яркость в один процент и теплый желтый свет 2700 кельвина режим кино подсветка для просмотра фильмов для него устанавливается яркость 50 процентов а свет уже в шкале rgb выбран фиолетовый оттенок отвечу на вопрос как получить нужные параметры для этой шкалы все очень просто вручную в интерфейсе влад подберите желаемый оттенок света затем в панели разработчика home assistant раздел состояния ищем этот светильник и копируем параметры из атрибута rgb color режим свет с тем же статическим эффектом соли полной яркостью в 100 процентов и нейтральной цветовой температуры в 4000 кельвина далее идет строка динамических эффектов я вывел пять штук но вы по желанию можете сделать сколько захотите определял я их также вручную из интерфейса влад то получение желаемого результата и потом сохранял значение во всех управляющих объектах например тут эффект с названием пила и яркостью 50 процентов далее устанавливается значение цветовой гаммы в данном случае splash за его управление отвечает сущность select далее уже для сущности number передаем значение скорости эффекта тут шкала до 255 не в процентах аналогично для следующего number ставим значение желаемой интенсивности эффекта и далее повторяем для всех эффектов которые мы хотим вызвать по нажатию на быструю клавишу по сути это аналог пресета который можно создать в меню vled с тем исключением что все параметры работы хранятся в home assistant они памяти контроллера теперь перейдем к изменению параметров и начнем с яркости яркость устанавливается при помощи сервиса включения светильника и передачи соответствующего значения чтобы его определить я присваиваю переменной которую так и назвал яркость значение сенсора который мы рассмотрели в начале пакаджа и от которого я отнимаю 10 если полученное значение меньше единицы тогда шаблон устанавливает яркость на один процент иначе ставит полученное значение переменной которая на 10 процентов меньше чем было до этого надеюсь логика понятна похожим образом устроен блок увеличения яркости только тут уже прибавляется 10 процентов к текущей яркости и не может превышать значение в 100 процентов скорость как мы помним содержится в отдельном объекте менять значение которого мы уже научились в блока вызова эффектов тут применяется сервис number set value логика тут похожа через переменную которой присваивается текущее значение сущности number но так как тут используется шкала до 255 для уменьшения на 10 процентов нужно отнять 25 и дальше уже без изменений если меньше единицы то ставим скорость на 1 если больше то устанавливаем полученное значение переменной для увеличения добавляем 25 к текущему значению проверяем не превышает ли полученное значение максимальный уровень в 255 управление интенсивностью также через объект number все аналогично скорости и теперь мы добрались до меню второго уровня начнем с эффектов первый блок этой автоматизации вызывается из меню первого уровня и отвечает за первичную отрисовку меню эффектов оно получилось громоздким так как тут 10 рядов по 4 кнопки для вызова эффектов плюс нижний ряд из двух кнопок для обновления и возврата в меню первого уровня и далее следует 40 почти одинаковых блоков каждый из которых вызывает свой эффект они дублируются один из другого скопировал вставил замены команды вызова и название эффекта кстати ценностью этого пакаджа в текстовом виде является то что уже не придется вручную вставлять все эти названия примерно через 1000 строк кода столько заняли блоки управления эффектами расположилась следующая автоматизация управления цветом с таким же меню на 40 кнопок выбора и две служебных тут есть небольшое отличие в блоках селектора условий так как первые четыре кнопки решил сделать статичными цветами то тут используется сервис управления светильников с установкой эффекта solid и соответствующего значения палитры rgb остальные 36 блоков служат для выбора цветового эффекта из объекта select тут тоже все блоки отличаются только командой вызова и названием эффекта осталось только продемонстрировать как работает созданное мной меню управления еще раз хочу акцентировать ваше внимание на том что этот метод никоим образом не исключает стандартный влад интерфейс если он вам удобнее и понятнее можно пользоваться им зато если вы используете меню управления через telegram то в этом же мессенджере вы получаете возможность не просто включать и выключать адресный светильник а полноценно им пользоваться управляя эффектами и цветовой палитрой на этом все надеюсь видео было вам полезно и интересно буду благодарен за ваши лайки и подписки кто хочет поддержать мой канал материально можно стать спонсором канала или оформить подписку на сервисе patreon также я веду и telegram канал буду рад если вы присоединитесь к нему в описании под видео вы найдете полезные ссылки на все устройства показанные в обзоре на полезные ресурсы а также на те видео которые либо упоминаются либо пересекаются с темой этого до новых встреч всем мира а и Продолжение следует...